Здравствуйте! Это программа «Актуальная тема» в студии Ольга Демьяниц. Ежегодно осенью в нашей стране проходит прививочная кампания против гриппа. В Свердловской области уже активно ведется иммунизация населения для обеспечения эпидемиологического благополучия. Екатерина Кирилловна, здравствуйте! Добрый день! Итак, у нас сегодня очень интересная, актуальная тема, потому что скоро пик заболеваемости различными ОРВИ, гриппом в связи с сезонностью. Поэтому я думаю, что сегодня будет очень актуально нам с вами поговорить именно на эту тему. Итак, зачем прививаться от гриппа? Давайте начнем с этого. Давайте. Вообще грипп – это не просто острая вирусная инфекция. Грипп очень опасен, очень заразен, способен к молниеносному и массовому распространению, протекает значительно тяжелее остальных респираторных заболеваний и вызывает наибольшее количество осложнений. Основной из них – это пневмонии, которые протекают с острой дыхательной недостаточностью и в 40% случаев кончаются летальным исходом даже при оказании квалифицированной медицинской помощи. Ну вот у нас погода нынче радует и теплые деньки постояли довольно долго. Сейчас уже начинается вот та самая хмурая пора осенняя. Как сейчас у нас с заболеваемостью дела? За минувшую неделю на территории Полевского городского округа было зарегистрировано порядка 500 случаев обращений граждан за медицинской помощью по поводу простудных заболеваний. И это ниже среднего многолетнего уровня заболеваемости на 22% и ниже средних областных показателей. Как себя защитить в это время? Необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики, такие как ношение масок, использование кожаных антисептиков, мытье рук, проветривание помещений, влажная уборка, избегать массового скопления людей, торговые центры, кинотеатры и по согласованию с врачом принимать витаминные препараты. Но все же основной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Кому нужно прививаться от гриппа? Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области, минимальный необходимый охват вакцинации против гриппа составляет 65%. Из них не менее 75% должны быть привиты лица из национального календаря профилактических прививок. К ним относятся медицинские работники, работники образования, коммунальной сферы, транспорта, лица старше 60 лет, лица с хронической патологией, призывники, беременные женщины, студенты, работники торговли, дети с 6-месячного возраста до 3 лет, дети, посещающие детские суды и школы. В рамках эпид-благополучия вакцинации подлежат работники промышленных предприятий, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, работники общепита и других предприятий. Эпидемиологическая эффективность вакцинации прошлого сезона в Свердловской области показала, что заболеваемость среди непривитых детей была выше в 35 раз, чем среди привитых. А непривитые взрослые болели чаще, чем привитые в 136 раз. Ничего себе. Какие вакцины будут применяться в этом году? В настоящее время на территорию области поступили две вакцины против гриппа. Сови-грипп для вакцинации взрослого населения и ультрекс-квадрия для вакцинации беременных женщин и детей. Данные вакцины отечественного производства положительно себя зарекомендовали в прошлые прививочные кампании. И содержат актуальные вирусы, вирусные штаммы для этого года. И были рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Отлично. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас у нас с вакцинацией? Активно ли прививаются полевчины? На сегодня выполнение плана вакцинации против гриппа на территории Полевского городского округа составляет 47%. Ниже областных показателей вакцинация в Полевском среди работников транспорта, среди работников общепита, среди детей с 6-месячного возраста до 3 лет, призывников и студентов. И рекордное низкое выполнение плана прививок зарегистрировано среди сотрудников общепита. И такая низкая иммунная прослойка может все же способствовать росту заболеваемости в сезон и повлечь за собой различные ограничительные карантинные мероприятия. А почему в коллективе рекомендуется прививать не менее 70% людей? Ну, таким образом достигаются две цели. Первая цель – это защита самого привитого человека. Вторая цель – это формирование коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым сотрудникам в коллективе и снижает риск заразиться у непривитых. Чем больше привитых защищенных от гриппа лиц, тем меньше риск распространения и вообще возникновения заболевания в коллективе. И, безусловно, максимальный эффект от вакцинации можно добиться, если привить 95% работников учреждения, например. Но достаточно сложно добиться такого охвата, поскольку прививочная кампания длится всего 2-3 месяца, и она начинается вот перед эпидсезоном. А скажите, зачем делать необходимо прививку регулярно, раз в год? Ну, ежегодная прививочная кампания обусловлена тем, что вирус гриппа имеет свойство мутировать, у него есть изменчивость, и состав вакцин ежегодно меняется, актуальные штаммы вируса гриппа обновляются в вакцинах, чтобы не отставать от изменчивости вируса гриппа. Многих интересует вопрос, можно ли заразиться гриппом от вакцин? Заразиться гриппом от вакцин нельзя. Во время производства вакцин вирус гриппа лишается своих свойств вызвать заболевание, но оставляет свою способность формировать защиту у человека. А сколько эта защита длится? Специфический иммунитет формируется к 14 дню после вакцинации и длится до года. Этим как бы еще и обусловлена ежегодная вакцинация против гриппа перед эпидсезоном. Ну вот вы сказали, что существует прививка для беременных женщин, то есть можно прививаться, будучи в положении. Да, не только можно, но и нужно, поскольку беременные женщины относятся к тем уязвимым категориям граждан наряду с детьми, пожилыми людьми, людьми с хроническими заболеваниями. Беременность – это физиологическое состояние, при котором естественным образом снижается защита беременной женщины, снижается способность сопротивляться различным инфекционным заболеваниям, в том числе и вирусу гриппа. И помимо более тяжелого течения гриппа у беременных и наличия осложнений, также могут быть неблагоприятные условия для развития плода, патологические изменения плода, преждевременные роды или повлечь угрозу самопроизвольного прерывания беременности, например. И надо сказать, что своевременная вакцинация беременных женщин от гриппа также позволяет защитить ребенка, потому что когда он рождается, он получает материнские антитела и уже имеет свою защиту против гриппа. И беременная женщина даже в случае инфицирования в любом случае перенесет заболевание в легкой форме и без каких-либо осложнений. Чем грозит отказ от вакцинации? Частью 1 статью 5 157 закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней закреплено, что любой гражданин при проведении профилактических прививок имеет право отказаться от прививки по любым, даже не медицинским показаниям. Но в первую очередь это грозит тем, что человек все же может заразиться гриппом и получить тот букет осложнений, о которых мы говорили. А второй момент. Работодатель имеет право отстранить такого сотрудника от работы при введении на территории муниципального образования, например, каких-то карантинных или ограничительных мероприятий при неблагополучной ПИД-обстановке. И такое отстранение будет длиться до момента, пока закончатся карантинные мероприятия. И где можно получить вакцину? Привиться? Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации. Спасибо вам огромное, Екатерина Кирилловна. Я думаю, что наши жители города все советы сегодня учтут и не будут затягивать с тем, чтобы привиться против гриппа. Спасибо. Это была программа «Актуальная тема». Всего вам доброго. До свидания и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин